Наши читатели, почитатели таланта Дмитрия Александровича Емца. В этом году в Центральной детской библиотеке юбилей 75 лет. И мы сделали подарок и для читателей, и для почитателей, и для библиотекарей. Вот такой подарок Дмитрия Александровича Емеца. Только что не только что, не только что, не только что, конечно же, да? Ну и не только у нас сейчас встреча здесь и сейчас, да? Но у нас еще идет онлайн-трансляция. Во многих городах нашей Мурманской области могут задаваться вопросы. Поэтому Геннадий за этим четко будет следить и отвечать, Дмитрий Александрович отвечать на вопросы. Все слово предоставляет член Союза писателей России. Автор, он хоть и скромничает, говорит, ну, больше 50, но я-то прочитала, что больше ста книг все равно Дмитрий Александровича. Сосчитаю их все. И большой друг. И как вчера Дмитрий Александрович сказал со сцены, любимая библиотека, поэтому вот друг любимой нашей библиотеки. Спасибо за субтитры Алексею. У нас было много читателей, которые прочитывают в неделю, но не только в моих самых разных, в 5-6 полковых книг. Это тоже уникальный какой-то показатель. И я думаю, что они договаривались, но это просто невероятно. Это 1800 страница в неделю прочитывают в книге «Середневшко». Это очень хороший показатель. Я вам расскажу о том, как я начал писать, о своих книгах, отлично на ваши вопросы. И, надеюсь, их получиться. Первые книги я стал писать на салонистском факультете, который учился на третьем курсе. Это были полисы сказки. Я писал их отчетки для самого себя. Отчасти отдыхаю от университетских статей, которые приходилось писать наукообразным языком, этим тяжелым, биологическим, который мне не очень нравился. И я отдыхал, когда писал полисы сказки. И еще, наверное, большой помощью у себя было то, что, когда ты пишешь, ты одновременно получаешь удовольствие как читатель и работаешь как писатель. То есть такое раздвоение личности, когда одна половина твоей личности рассказывает историю другой половины твоей личности. Вначале это были полисы сказки «Дракончик-кухолка, при этом не домовят». То есть, было ли «Кусалки», потом это был большой блок фантастики. Существовала, сейчас в себе существует такая армада, но одно из первых в середине 90-х годов началось сдавать отечественных авторов, там, Кира Балучева, мои книги, там, целый ряд приводных текстов. И больше вся книга вышла в серии «Замок чудес», и это вот именно серия, которая меня, наверное, запустила в жизнь, как автора фантастических произведений. Хотя я не считаю себя фантастом, во-первых, я гуманитарий, а в результате фантастов их нарис. Поэтому я всегда держал за фэнтези, потому что в фэнтези там все можно перейти. В фэнтези стул летает, но кого-то не удивляет. В фантастики нужно обосновать там политические и всякие форфетические выкупки, почему он летает, это все объяснить. И потом еще обнаружится, что я нарушил какой-нибудь там седьмой закон реализации, который уже в 63-м году там какой-нибудь ученый опроверг. И поэтому, конечно, фэнтези – это самый удачный жанр, мне кажется, и развлекательный. Потому что фэнтези – это жанр чемоданов. Все остальные развлекательные жанры – это книги, содержание которых вам известно еще до того, как вы ее открыли. Например, если это любовный роман, то вы знаете, что там будет новая девушка, кто-то будет ее любить, кто-то будет одеваться, кто-то будет мешать разворачиваться этой великой любви. И все, в конце концов, закончится, скорее всего, браком. Если это боевик, то вы знаете, что в чем-нибудь будет стереть, взрывать, и в конце концов тоже там будет, в конце концов, в конце концов, в конце концов, что-то станет. В общем, любой развлекательный жанр, он предсказуем, к сожалению. А фэнтези – жанр непредсказуем. Такой автор наполняет его кто-то реалистическим содержанием, кто-то городским романом, кто-то абсурдным романом, кто-то фантастика, это здесь только от самого человека зависит, чем вы наполните свой любимый чемодан. Таня Гроттер стала первым моим произведением в жанре гемброэтического Фэнджери. Потом был большой, внеэксперимистический, херпейс Таня Гроттер. Потом в Нефуди Беклайф, 19 книг, я его, наверное, писал, он в общей сложности, там, 6, 6, 7, это очень такая большая стоп-сутник. И для меня это такая книга, поэтому вот и путаница с нумерацией. Во-первых, произведения же разные, то есть, вполне говоря, там, Колобок или Курочкаря бы тоже, если его птичь попали в это отдельное произведение, хотя там, в количестве страниц не слишком большой. Поэтому я не люблю считать, потому что, ну, что считать? Толстые романы, где мы делаем отдельные рассказы. И вот это они Гроттер и на ходе Гуслаева, которые сцеплены на уровне христины, герои, которые в ней образуют такой, ну, сериал, действие которого происходит в наше время. Есть еще «Школа ныряльчиков шныр». Это совершенно отдельный мир, там совершенно отдельные правила игры. Это самое сложное из того, что я пока писал и не делал. И с ним вот вся 10 книг. Но он более сложный. Обычно не все читатели его понимают, потому что там 10 главных героев. И вы, скорее всего, начинаете его читать, наверное, со второй или третьей книги, а потом переходите в первой, когда не путаешься героев. Это за счет того, что просто огромное количество отдельных историй, которые только потом соединяются в единую целую. Кроме того, есть еще произведения по русской истории. Это «Запускники земли русской». Это «Древняя Русь». Меня всегда интересовала история. Я читал ее, читал и читаю много книг по истории. И, ну, наверное, это самая неразработанная пока область в русской литературе. Практически нет хороших исторических романов на русском языке. И я тоже пока не являюсь автором таких романов. К сожалению, пишу отдельные рассказы. Это самый сложный жанр – исторический роман. Потому что здесь его боятся сделать слишком бесхитическим этот роман. А если делать его слишком серьезно, то слишком потеряно ткань истории, да? И получается книги не немножко. Мне кажется, что еще пока не совсем этот жанр сформировался. И только находится в периоде сновления. Есть еще целый ряд аэрилитических книг, там, например, «Моя большая семья». Там пять книг. «Король хитрости» – это «Герой Филька Хитрофон» в начале первых книгах на седьмом классе. И там целый ряд отдельных произведений с этим набором героев. Ну вот основные три сериала – это «Тайм Гроссер», «Уходи бы Флайф» и «Школа ныряльчиков». Еще есть несколько книг взрослого, «Дерекимулятор и школа центра», «Великонечник» и «Семьянский удачник». Если есть какие-то вопросы, принимайте руки и будем на них отвечать. В тишиной, пока вы думаете, пишу я на компьютере обычно, хотя какие-то отдельные вещи записываю от руки. Вообще, когда ты пишешь руки, я понял, что гораздо сердечнее получается в розах. И поэтому, если вы пишете, вы можете комбинировать какие-то блоки делать на компьютере, какие-то записывайте от руки. Я даже примерно могу объяснить, почему так происходит. Потому что, когда вы пишете от руки, вы существуете в том предложении или в той строке, которую вы пишете сейчас, в эту минуту. И вы даже где-то теряете фокусность, потому что не можете сразу целых ранить за вкусом взглядом, заочерпануть. А когда набираете текст на компьютере, то вы сразу мыслите большим блоком текста, который заочерпываете взглядом. Поэтому компьютерная проза получается сюжетнее, но в ней, наверное, чуть-чуть меньше секса. А когда вы комбинируете эти вопросы, то могут получиться интересные вещи. Еще очень кто-то пишет, советую использовать диктофон с телефона, но не для того, чтобы писать книги, а для того, чтобы наблюдать какие-то кусочки жизни. Например, вам что-то, не знаю, поете сегодня после света, чтобы интересно увидеть, или послушать интересные разговоры, или видите интересное дерево, кошку, мысли, человеческое лицо. И обычно память быстро все теряет, и нужно это записывать. Первый вопрос из чата. Какое из своих произведений вы считаете самым удачным, любимым и популярным у читателей? Ну, Дракончик Пыхалка, Бунт Пупсиков, Таня Гроттер, Магический Контрабас, Таня Гроттер из Алтайки Явка, Мефодий Буслаев, Маг Полуночи, Приключений Домовят, Таня Гроттер, Батинка Кентавра, Танец Меча из серии Мефодий Буслаев, Пегас, Летон Кентавр из серии Шныр, ну вот, это те книжки, которые я обычно в первую очередь, если человек не знаком с моим творчеством, я стараюсь, чтобы эти книги попали к нему первыми. А, можно ли? Да. А хотели бы вы экранизировать историю, допустим, Мефодия Буслаева, чтобы это был и сериал, и можно помнить разные... Ну, я был бы рад, да. Это обычно не сам автор экранизирует, но нет таких предложений, да, поступят. Нет. Сценариста лучше иметь стороннего, потому что это слишком... Ну, как если бы, допустим, писатель сделал библиотеками, да, вроде они тоже с видами имеют дело, но в какие-то моменты библиотеки представляются лучше. Так же и сценаристы, они реально знают, какой длины должна быть цена, реально знают, что актеры вытянут, что не вытянут. Если герой, например, дети, то они знают, что дети завалят, что не завалят. Ну, там целый ряд каких-то нюансов, которые выше ставят сценаристы. Но ведь многие авторы, когда их книги экранизируют, они недовольны тем, что они потом... А всяко недовольны. Это естественный процесс. То есть вы все равно согласны и на это? Нет, ну нельзя быть довольны, но просто если бы... А что, сам бы написал, он был бы все равно недоволен, потому что, ну, например, подбор актеров... Вот я вижу, честно, вот все фильмы, где дети играют. Но в большинстве случаев, ну, в 90% современных фильмов, дети не вытягивают ролей. Ну, к сожалению, или сейчас стал проходит, или стал, может быть, такой кастинг какой-то такой, слишком пристрастный, да? Но дети, вот сколько смотрел в современных фильмах, в большинстве случаев, фальшивые. А в советские времена как-то находили хороших таких, ну, очень, думаю, был такой более требовательный подбор, не знаю... Ну, вообще, с хорошей детей нет. Нет, дети есть хорошие. Просто, видимо, раньше, например, ну, там, не знаю, кастинг был там на какой-нибудь роте белорусского партизана, смотрели там 300 детей, да? И из них там брали одного, там, самого-самого белорусского партизана. А сейчас, допустим, там приводят трех или четырех каких-нибудь детей олигархов, да? Из них берет там какого-то, который, может быть, отвечает всем требованиям, но... Ну, не знаю, может быть, я не прав. Да нет, правильно. Я читала, если бы другие электроники, вам больше тысячи любитов посмотрели, пока вы были... Ну, да, я думаю, это тоже. Вопрос от меня лично. Скажите, кроме писательской деятельности, какую-нибудь обратную связь с читателями или, например, подкаст какой-нибудь ведете, может быть, чем вы еще занимаетесь? Мне любопытно. Ну, подкастов я не веду, хотя очень часто это слово слышу. Меня интересует его наполнение, примерно его. Есть у меня страница ВКонтакте, которую я люблю, к которой я привязан. Сейчас начинаю потихоньку играться в Инстаграм. Ну, так, пока еще не понял правил каких-то внутренних. Ну, живой журналист? Нет, нет, уже давно не веду. Это очень сильно, на самом деле, журналистика, это для писателя очень большое и серьезное искушение, потому что, с одной стороны, после того, как ты пишешь в толстую книгу, написать там статью или очерк, ну, это, ну, как бы просто. А с другой стороны, ты все равно трапишь на это какие-то свежие дневные силы, и у тебя потом не хватает на что-то более важное. Ну, как если бы, там, спортсмен перед забегом, там еще, там, по 10 магазинам, там, пробежалки, колбасы купил, да, вроде бы он, ну, не так сильно, конечно, нагрузился, но вот, как-то уже первое место не занял. Поэтому журналистика очень большого искушения, а обычно с писателем сейчас обращаются, чтобы там какой-нибудь очерк написать или статью, или еще чего-то, и ты там не отказываешься, но потом понимаешь, что это тебе вредит. Потом еще, как устроено творчество, как устроена фиксация всякого человеческого внимания. Что 15 минут мы настраиваемся на то, чтобы вообще работать. Там, где-то там вообще уже ничего не помню, не можем там даже мало-мало-мало написать. И минут 10 ты себя прогреваешь, вспоминаешь, что-то вычеркиваешь, копаешься. Если ты в этот момент немножко ослаб, там, влез в телефон, там, какую-нибудь переписку просмотрел, или еще чего-то, то ты потом час-то, два-три часа все абсолютно в пустую теряешь. Поэтому сейчас, к сожалению, очень много моментов, когда ты отвлекаешься и теряешься концентрацию. И самое главное, это хранить всеми возможными способами. Это есть такой момент очень большой. Еще очень помогает, я говорил на других встречах, очень помогают аудиокниги. Сейчас, последние годы, раньше, ну, большинство взрослых воспитателей, это ассоциация с пластинками, которые раньше были. Но пластинки, это, ну, один только уровень аудиокниги, потому что пластинки обычно были короткие, а все эти короткие, там, видно, максимум 40 минут, там иногда 60, 8 лет, этих лучших 90. А сейчас, за счет того, что объем компьютерной памяти сильно вырос, часто аудиокниги начитываются там не на 16 часов, не на 14, не на 12 хорошими атерами. Поэтому, когда человек для себя открывает аудиокниги, он понимает, что он начинает гораздо больше читать именно благодаря аудиокнигу. Хочу задать вопрос о ваших творческих планах. Собираете ли вы создать что-то такое же грандиозное, как Таня, многосерийное? Ну, у меня, в ходе бы слайд, тоже большой сериал, шныр большой сериал, сейчас я на цифровой нальчиков работаю. Я все читала, я хочу еще. Ну, я подумаю. Спасибо. Это, новую вселенную строить, это, ну, тяжело, это как вот одно дело, это, будь тем городом Минчегород, туда я уже, понятно, там, вот здесь можно дом построить, здесь можно что-то улучшить, здесь можно там парк посадить, но уже вот здесь город, а представьте себе, что надо в лес идти, где вообще ничего нет, там строить новый город, там совсем другой комплекс работы, поэтому писатель обычно очень боится новых идеалов, большого, потому что это, мы такая работа много лет. А ваши дети, как они, ваши читатели, могут быть помощники твои? Ну, читают, да, кто-то пишет, читают, слушают. Концентируют, показывают. Ну, да, это какие-то замечания делают, это, когда у тебя много книг, и ты же их не перечитываешь, ну, то есть, есть интересный момент, он вот с чем связан. То, что писатель пишет три дня, читатель прочетывает в течение 10 минут. Поэтому, часто бывает, что писатель, например, ну, словно говоря, вы начали писать головой, там, 1 мая, а закончили в конце июня, уже там забыли какой-то момент, или забыли момент из предыдущей книги. И дети, они же сразу все слушают, они понимают, что у тебя вначале герой сел там на стул, а встал сверху, или там пошел купаться в реке, вышел из моря, там, ну, я упрощаю, но очень часто это вот такие вещи, которые очень помогают, внимательные читатели помогают, что называют гвозь, помогают их гвозь, поймать, и в этом случае, конечно, дети вот, и помогают, как читатели. Ну, когда получается, нет, когда не получается, тяжело переделать, вот ты что-то пишешь, 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 и где-то сбился. Ну, вот представь себе, что ты написал там с тенением Папушкину, а потом понял, что надо было Полярмантову писать, а ты же Папушкину написал, ты вот испытываешь, что нежели заново переделывать это, и с писателями тоже бывает, пишешь, пишешь там какую-то главу, вдруг понимаешь, что тебе эта глава здесь, ну, совершенно не нужна, и начинаешь мучиться, что, может быть, как-то ее вставить, может быть, там Папушкину переделать на Лернтово, но потом все равно ее, конечно, убираешь, но факт, что вся литература очень хорошая, есть писатели, очень структурно мыслящие, которые вначале перед книгой пишут ее самый подробный план, если ты читал английские романы 18-го, начало 19-го века, то ты обратил внимание, что там глава первая, которая рассказывается о том, как Робинзон Крузо сел на корабль, там, глава вторая, которая рассказывается о том, что там, как будто это окрушение, все погибли, и только Робинзон Крузо был выброшен на Нильтайм Остерсом. Глава третья, это вот, сейчас нет, этого уже перестали делать, а раньше, перед началом, каждая головая накладка, она кратко пересказывает, то есть, это на самом деле очень полярная вещь для самого писателя, и если кто-то это делает, потом, конечно, убирает, то книги становятся более стройными, потому что можно лишние ходы и ошибки убирать еще на стадии плана, ну, то есть, убирать, например, эту главу, то не писать ее, а сразу писать по четкому плану. Мне так, к сожалению, не всегда получается, по разным причинам я предпочитаю интровизировать, но очень полезно, когда есть план, это очень дает отдельные, трое пласты, возможности. Вопрос из онлайна. Кто является первым слушателем или читателем вашего нового произведения? Ну, обычно это мой редактор из издательства, а уже там, своим близким я даю уже готовую книжку или уже готовую озвучку, как гораздо проще, потому что полуработы опасно показывать, можно потерять фокусность и потом не закончить. Поэтому, если кто-то из вас пишет книги, или здесь, или в онлайне, не показывайте никогда полуработы, потому что, ну, вдруг вас кто-то поругает, и вы потеряете фокусность, а всем же не будешь, ну, как бы, очень маловероятно, что то, что вы делаете, будет нравиться всем. Поэтому лучше полностью закончить, тогда никто не сможет уже повлиять на то, что вы сделали. Как музыкант добавлю, пожалуй, это касается любого вида искусства. Да, вот нельзя по работе показывать, это все-таки точно. А, скажите, пожалуйста, у вас в книгах есть любимые персонажи какие-то, которые не особенные? Есть, да, персонажи, которые начинают перетягивать дело на себя. Самый частый пример, но не из моего творчества. Астапендер планировался изначально как герой второго плана, который должен был бы там немножко помелькать. Ну, вот он пришел, протолкал, бедный воробьянин, а там улетел, стал там просто сильным герой. Хотя он планировался как главный герой. Поэтому, если вы читаете, например, фоумную версию на «12 суде», ну, она потом сильно передактирована была, хорошо передактирована, причем очень хорошим редактором. А вы видите, там воробьянин попланировался как главный герой. Ну, вот за счет того, что получился такой яркий бендер, на книгу пришлось очень серьезно редактировать. И то же самое происходит, наверное, с любым творчеством. Приходит в себя какой-то горливый герой и сильно перекраивает все до контрастного. Ну, вот в вашей книге какой-то конкретный может быть есть какой-то персонаж? Мне очень нравится Деприсняк. Вот он у меня вот... Нет, ну, Деприсняк под, поэтому у него там как... А котиков читать просто, в том плане, что они долго не подговаривают. Психология тоже там не сильно разнообразна. У нас очень много животных, и, ну, не знаю, наверное, кому-то не помогает их описывать за счет того, что я... Ну, тогда расскажите немножко, сколько у вас животных? Ну, вот, наверное, больше ста. Ну, нет, ну, если считать там всех гусениц, тараканов, палочников, возможно, больше 500. Ну, если вот... Ну, да, много у нас же. Ну, можете хоть немножко перечислить. Ну, хорошо. Да, ты и собаки. Насекомых очень много. Да, есть 4 собаки, 2 кошки. Насекомые очень хорошие. Смотрите, по Авито вполне возможно, что у вас продаются палочники. Называйте такие насекомые, а не стоит убедить, а вы не заберете. Но им нужна свежая зелень. Там вы их палатом покупаете, или там подлесканство считываете, или взглядите эти... Ну, потому что они без зелени, они не съедят зелень. Но они очень красивые. Вот, там, посмотрите, потом по телефону как-то выглядит палочники. Они такие страшные, страшные. Размером, наверное, с ладонь, похожие на палочник. Но при этом абсолютно безобидны. Есть, там, тараканы разных видов. Но они вначале страшные, эти тараканы. Но когда ты начинаешь заниматься тараками, то ты принимаешь, как ты видишь, дикого таракана. Ты думаешь, кто же тебе заботит? Кто же тебе морковочку трет? Кто же тебе молчалочку дает? Ты настолько поражен тем, что таракан может сам о тебе заботиться, то начинаешь им просто гордиться. Потому что, на самом деле, очень трудно их содержать. Они очень капризны. Они очень любят влагу, но они любят влагу. Вот это вот противоречие у них. Здесь все мадагаскарские, шипящие, колумбийские тараканы. Ну, там, рыбок много. Рыбок, жабок, лягушек. Ну, да. Низки, да. Шиншиллы были. Нет, шиншиллы нет уже. Ну, были. А птиц, кошки, ели. Да. А бывало ли у вас такое, что на большое стакновение попадало там стакновение? Нет. Ну, на большое, наверное, к счастью, нет. Но бывают вот какие-то такие дни, особенно, куда ты не туда забрел. Ну, вот книга, она же может куда-то не туда забрести. Ну, ты как-то запуталась в чем-то, да? И вот не можешь распутаться. Это так в школе бывает. Ты, например, не поняла какую-то тему по математике, да? А все остальные темы с ней связаны. И вот это все накапливается, накапливается, накапливается. И в творчестве примерно то же самое бывает. Это, наверное, не только отсутствие вдохновения, сколько ты просто не туда зашел. Где-то вот запутался и не понимаешь, где. Вопрос о вашем творчестве опять от меня. Скажите, откуда к вам пришла идея такого милого, прекрасного зла с человеческим лицом из книги Мефодий Буслаев? Просто интересно. Чем вы вдохновлялись? Ну, у меня был незаконченный роман «Рай интернатива» он назывался. И он, я его никак не мог закончить, больше года за ним работал. И потом, когда стал писать мне Мефодий Буслаев, он служил таким хорошим романом-донором. Я думаю, что если бы не было этого романа, Мефодий Буслаев бы не так прозвучал. Потому что там просто получилось, что очень долго я работал над этим, и был большой какой-то такой запас материала, который потом сыграл. Писатели дружат между собой, но они про творчество редко говорят, то есть как два библиотекаря. Но все время про библиотеку говорить это можно на работе. Не трудно. Так же, как пожарные про пожары говорят, они полицейские. Нет, ну, в общем, да, как бы рано или поздно на это скатываешься, да, но обычно писатели, они очень разные, и с ними интересно дружить. И у каждого есть еще, кроме писательства, что-то такое, какая-то сильная черта. Это очень трудолюбивые люди. Ну, вот несколько фамилий назовите. Ну, например, Мария Синома, замечательная писательница, Китерская, которая угадала, она настоящая. Она уникальна, в чем, вот, например, женщина решила вылить шестиметровый подвал. Вылила шестиметровый подвал, подумала мало, увеличила вода от 12 метров, потом сама сложила печь из волнов, каждый из которых, например, это пианино. Там, как она их принимала, я не знаю, но взяла из этого захотелось. То есть, вот, уникальная женщина. Думаю. А можно? Да. Последний вопрос, да? Вот, персонажи, они же не бывают только положительные и только отрицательные? Вот сложно придумывать какие-то недостатки, какие-то вот ошибки по ходу книги, которые они будут совершать? Ну, как это происходит обычно? Вот, описываешь, например, вот какого-то молодого человека, который сидит, покачивает ногой. начинает покачивать ногой активнее, интенсивнее. Потом ты ему придумаешь там что-то. Потом постепенно, постепенно, постепенно придумаешь, например, что каждую секунду ему бабушка звонит. Потом придумаешь, почему она ему звонит. Потом придумаешь, что она от него хочет. Потом придумаешь, какие у него там дома кошки. Вот так вот рано или поздно он разрастается в большинстве персонажа. А начинается все с какой-то одной черты, с какой-то 1 1 фокусного качества но он постепенно то есть в начале персонаж строится под определенную мысль да ну вот например там начинаешь описать жадину да но потом понимаешь что но мы же все сложные то есть если он жадина но это не значит что он всегда только жадничать он может он за щедрость проявлять может музыку любить там он может переживать может влюбляться он может но мы все противоречиво поэтому постепенно от одного качества разрастается вопрос может быть ну раз уж на библиотеке каких-нибудь книжек посоветуете не своих наверняка же у вас есть любимые книги да есть любимые книги с удовольствием очень хорошее произведение но это не ложится мглана старое искупение это чудаков написал прекрасный роман и советов прочитайте обязательно есть мотивирующая книга рождённый бежать это книга по бегу на 100 километров но она написана в таком гранере но дикшн очень мотивирующая жить есть я прекрасная полезные получения в игроке я вот что мечтала прочитайте она много важного есть очень хард душеполезные получения в игроке и еще и есть расторжение брака и письма ламута мне больше нравится расторжение брака послушать очень хороший архив а придание mp3 архив ну там поиска и телефон найдете там очень хорошая озвучка этого произведения но у меня ассоциируется только с этой ручкой я потом пытался глазами читать видимо когда начали несколько раз послушаешь озвучку потом умножаешь как-то на голову исполнителя уже глазами не пошло на это просто замечательная книга расторжение брака но это тот же автор что он стал на армию но мне кажется что лучше нам ну для меня потом прекрасная книга но наверное для подростков но и для это черная стила это автор кирович но черную стилу я очень люблю это замечательная книга верно моя какая-то копирует придуманная влюбленность книжная была связана вот именно черной стилой продает и в 13 лет когда я читал какую-то книгу в детстве и она мне очень нравилось я туда выкидал главного героя немалого места нет я в своем жанре мало чем читают но это там очень просят дают я читаю но в твоем жанре мне кажется корнице не совсем правильно это как можно но лучше просто когда ты опираешься на произведение других жанров и как-то шире разрастаешься просто в своем жанре не очень много дает нонфикшен я и по мемуары хороший мара читал недавно летом сборники такой артем драфки но пока еще ветераны были живы он записывал парадомбольф воспоминания причем очень сильные воспоминания не не генеральский от реально там солдат был очень интересно скачал практически все книги которые делалось большим удовольствием прекрасный вопрос из чата от все той же ирины которая задавала два предыдущих тоже а на какой вопрос вам хотелось бы ответить а вам его на встречах не задают кажется все уже задавали самый ужасный вопрос самих местах как вы придумываете там вашей книге да там как вы берете там мысли и еще чего-то это тоже один сложный вопрос потому что этот эффективно возникает приходится либо врать него отвечать неполно а так ну наверно на себя просто я их хвалю я их хвалю нельзя молодых писателей критиковать они могут бросить писать с другой стороны если ты их сильно перехваливаешь они перестают верить ну то есть говорит например человеку да там при этом там красиво он например знает что может быть а на самом-то догонки предстоит но нужно всегда указывать сильные места ну там говоришь да красивые глаза ты сделала хорошую печет у тебя хорошо получаются диалоги ты прекрасно выставив сюжет новую как вот именно это показывать человеку а потом это постепенно это же все тренируется ну как если человек там прошел выжить на дистанцию на первый раз он сделал плохо потом на десятый раз полетую дистанцию у него вышестое время также книга первая книга это всегда первых из-за страницы для на выброс по большому счету но это не нужно там по всем уставать но по большому счету это такая уже культура тренировка можно корректировать нет вас нет такого нет меня нет такого желания времени корректировать ошибки я верю что работа сама себе исправляет то есть иногда невозможно чего-то объяснить пока человек не решает эту проблему но как вот можно объяснить как человеку построить дом а он не стал устроить вот когда он стал устроить сам старается с десятками ошибок каких-то когда его можно немножко направить на этом дом сам не строили он никогда не поймет знаешь я думаю что я когда я захожу в зоомагазин я понимаю что я могу с легкостью заменить любого человека кроме тех девушек который кошачий корм продает он ужасно воняет всех по всем животным вот я а с легкостью могу нечего когда-то в магазина первую книгу ну 20 лет на дракончик а так еще в школе писал какие-то рассказы там поиски сейчас полностью машина ну может быть и хотел бы но это нельзя делать потому что ну представь себе что актриса который там допустим 40 лет начала бы что-то изменяйте в том как она играл и требует на там совсем другая совсем другой уровень провода совсем другие выгодные моменты поэтому когда старые книги правишь можно иногда какую-то другу брать данную ошибку справить можно длину с утра этим можно там не дать не пейзаж там подрезать глобально глобально лучше не трогать так и портишь пускай будет такая какая вопроса с чата все три ныжа вы работаете по режиму или когда приходит вдохновение я работаю по режиму и вдохновение знает когда ему приходить ну действительно лучше работать по режиму писателя такое существо которому нужно есть какие-то вот ритмы да например я уже привык что всем утра нужно проживать на время работу чтобы детей строить в пол вдохновение когда каникулы всем утра сильно задумывается пристает покупать понимаешь точно можно работать там никого в школу отправлять каникулы выходные или еще чего-то но ты все равно с собой борешься потому что даже говорят нет все равно там нужно это моя работа нет не наталкивала мне просто нравилось это делать просто это начинает получать удовольствие такого эти вещи и автор это на приняешься ну вот я динаю тебя были увлечения что не знали там рисовать или что-то делать или там что-то мастерить своими руками это вы испытываете сильное мнение от того как это . если его закрепить ну то есть условно говоря вы сделали красивое украшение из кожи вас они просто похвалили вам там дали за миллион 100 рублей и сказали слушай мне нужно еще два таких там я одно подарю подруге там другую бабушку там сможешь завтра сделать вы в таком же опьянении делать эти два украшения я не получается у вас еще лучше вы это чувствует потому что вы были какие-то ошибки первым вашим украшением я не получились лучше и вы их там тоже даете там этой бабушки там или чё кому-то вас еще больше хвалят дает вас еще больше обрезков кожи дает вам уже тысячи рублей денег да и вы вот так как-то так постепенно 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 ну может быть там станете хорошим вот так же наверное ну вопрос от олеся из чата кто ваш любимый извините кто ваш любимый персонаж в истории о мефодии буслоеве ну все любимые улита и сиорх и мефодии чемоданов а нельзя не если ты представь кого-то героя любит теперь совершил описывать или убиваешь тут все очень просто если я увлекусь каким-то фанфикам я могу там смешно поэтому я их не не читаю и очень много фанфиков но абсолютно каких-то бредовых там герои женятся там пол меняется личный сайт к большинства писателей а личный сайт но я вконтакте мне останется если мне еще один сайт него не бывает они сейчас основная активность в социальных сетях происходит в общем-то не потерял вопрос из чата от ирины вы помогаете своим детям писать школьные сочинения нет обычно не помогают но если просят какими-то мыслями поделиться даже там я не берусь обычно не помогаю не хотите или потому что они вас не просят ну когда нет когда просят и кто просит тому помогаю но вот так чтобы диктовать нет офис девочки обычно хорошо справляется с школьными все девочки города таланты и мальчиков да бывает не так что пришли произведение не можете остановиться ну у них такого и не бывает вот например береги-береги-береги-береги-шран или вон утром танец это наш также с произведениями тоже а пока тебе хочется выписать его надо писать потом когда ты устанешь ты сам остановишься то есть и сам поймешь что хватит как устроен то есть ты его что-то делаешь потом какой-то момент теряет этому интернет это кто-то ты начал терять этому интернет значит заворачивать устанавливать это книгу ли ну пока нет пока никто не пишет так что иногда там некоторые девочки начинают писать но чтобы это было устойчиво и то есть вы не контактный зоопарк да там не очень хотя здорово здесь некоторые зоопарки там очень хороший зоопарк вы бы например знаете что лошадей и всяких там горных баранов и флопов всех копыта растут вот так ну как ноготь они закругляются поэтому иногда некоторые зоопарки и животные мало ходят там бараны или лошади там или какие-нибудь там ламы и нет твердых камней у них начинает ужасно закругляться копыта настолько что на коленях а нет специалистов которые ну вот как перед это какой-то надо как-то ногу фиксировать люди начинает рваться там куда-то на поэтому в маленьких зоопарках животные обычно очень запущены это наверное относится к контактным зоопаркам тоже ну такой ты например почему бы кролика они подробно а кстати очень интересный очень хороший контактный зоопарк я понял самые беспокойные животные это позы одна девушка уехала в деревню и завелась на директор в общем если есть какой-то столбик на который можно зарядка она там окажется у нас сейчас была коза она стояла вот там и потом бы она стояла там в общем коза это отдельное животное доказать человек-паук если вам будет скучно ответить на себе введение козы вы это поймете у вас соседом вас разделяет там четырехметровый забор вот видите как коза придумает на что наступить чтобы туда валить да да ну не жалко обезьян что как обычно происходит человек заводит обезьяну первые полтора года она к вам жмется она как младенчик она очень хорошая потом даже мелкая обезьяна там одного дяди например на одной руке был один палец ему девочка обезьяна сделала замечание дела по отрывала ему все пальцы потом обезьянные ужасные истерики если ты например сейчас эту бутылку минеральной воды у тебя пытаюсь забрать а ты мне не отдашь я тебе компьютер разобью это вот так делают обезьяна поэтому люди после полутора лет начинают давать этих обезьян зоопарк а куда угодно потому что дома убежать нельзя это просто опасно для жизни и здоровья ответы в зоопарке обезьяна социальные животные одна обезьяна не может вы не начинаете депрессия она начинает ломать клетки она ужасно себя ведет ее там сажают в двойные клетки в одном зоопарке была обезьяна с самец она сидела в клетке внутри клетки нет это очень грустно просто видно было что ей плохо компания надо есть? ну надо компании но в эту компанию она должна попадать сразу то есть в природе она же ну как там мама там племянник дядя тетя она сразу вот а это ты вот эту же взрослую обезьяну не сформированную среди обезьян к другим обезьянам то уже наверное тяжело будет хотели бы видеть героев своих произведений с жубами наверное бы я испугался но хотя однажды в лесу было так если мне книжка «Домовят» я шел в полицию вдруг увидел двух героев там Митя и Аня они сидели на лавке разговаривали и это единственный случай в жизни был когда я действительно поверил, что это мой герой даже побоялся не подойти и вот так вот и кругом обошел чтобы у меня не связало да один раз это было точно а вы отдыхаете как-то? отключаетесь, да? в процессе вы писаете? ну обычно поездки когда ты едешь на уступление ну и ты не просто выступаешь все что такое обычно бывает этим главным отвлечением очень помогает вопрос от Ирины какую мечту детства вам удалось воплотить? не знаю хороший вопрос много животных здесь в детстве я мечтал быть моряком летчиком пиратом такие какие-то желания вряд ли воплотимы пока что да тяжело не писать разведение после деятельного отдыха да очень тяжело ты ну потерял с ним связь это как вот ну не знаю если ты делаешь в понедельник салат потом положил его в холодильник а только в пятницу к нему вернулся и уже немножко расслышалось и что ты не делал я слышала это не все видны салат салат да ну вот так же с книгой кибернах это самое нужно сразу попадание не ну пока пока материал свеж да путешествовать за границей только в празднике ну бывает что и за границей но за границей блядите редко приглашает поэтому да 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 есть перевозят на иностранные языки но не очень много вообще нет на черт не на английский на короче но это отдельные книги все вообще очень интересная логистика построена не только в россии во всем мире что например мы знаем существование каких-то прожилки книг только когда они переведены в америке и попали в нью-йорк если там какой-нибудь норвежский или французский немецкий даже читатель в германии напишет хорошую книгу мы не узнаем только через три года когда она будет приведена в Америке это ну странно но к сожалению это сейчас как-то работает если в россии появится хорошая книга не знаю только когда она будет в Америке мне кажется это не совсем честно потому что ну не такая сильная как английский культу я бы сказал что ангельский афантин на сегодняшний день но тем не менее почему-то все дороги через через какие произведения вы читали в юном возрасте в юном возрасте в юном возрасте я читал разные произведения причем целыми сумками я набираю книгу книг я читал много книг сразу подряд и они каким-то ленингретом гипертекстом в себя вливались и образовали мечта да ну я и зарубежные смотрю и русские самые разные фильмы например корр очень хороший ну и другие ну я очень многие смотрю фильмы но научно-познавательных это немного появилось очень сильных каналов мне нравится мне кажется это большой плюс да считаете ли вы трагедии взрослого человека потерял какую-то внутреннюю связи с детством вот хороший вопрос я попытаюсь на него честно ответить ну могу говорить так как бы правильно да а попытаюсь честно но вообще когда я вот раньше читал книги многих своих коллег у меня даже было такое выражение старинка мальчик ну вот ну как будет если какой-то такой старичок помните была книжка о потерянном времени да где там поменялись местами там тавани и это чувствовалось когда человек немножко выпал уже из детства с другой стороны я вижу что детские писатели многие хранят детство например очень известный случай когда чуковскому было уже хорошо за 70 я к нему переделкина привезли там какого-то американского писателя там или кого-то и там были мокрые скамейки и они с этим американским писателем прыгали по мокрым скамейкам ну просто так захотелось попрыгать они прыгали там были какие-то там чиновники там еще чего-то и они там почти с ужасом смотрели как было дедов прыгать по скамейкам с деревянными милициями то есть явно чуковский это там они они выпали в детство потому что они пока это желание сохраняется наверное на ну вообще писатели более того загадка всегда что прозвучит что не прозвучит да ты никогда не понимаешь вот например дракончик пыхов когда уже был давно написан я особо не рекламирую ее ни в сетях ну где но всегда на каждой встрече много людей подходит книжка почему-то они почему-то это не выбирают книжку подавить и если какие-то отдельные книги которые совершенно отдельная судьба для писателя не совсем понятно не знает как звучит текст сколько он проживет какой текст будет главным большая загадка бизнеса такого нет не рассчитывайте что эта книжка будет успешная ты можешь на это надеяться а сейчас я напишу неуспешную книжку это неправильно сейчас я построен для тех, которые нет кто-нибудь это неправильно что никто не стоит этой цели хочется чтобы все было наоборот а то потом получается то что получается да какие ваши самые любимые книги ты имеешь ввиду которые я написал или которые другие ну я ответил на этот вопрос но может быть еще дополню вот в мальчего миша Минипух Маугли Карсон ну Галлипоттер первых книг нет может быть качество перевода ну там не только качество перевода есть совершенно дурацкий закон о переводах он заключается в том что переводчику понадлежит фонетическая транскрипция того или иного они начинают винис пух или еще ну потому что если они напишут Виннипух на тебя может вкладывать в суд предыдущий переводчик а читатель этого не знает его ужасно раздражает например моя любимая книжка Карсон там его вначале проводила Браузер а потом еще кто-то и вот это второй переводчик три с слове Карсон меня ужасно это залило и не знал об этом я думал ну что она ну что они сделали как не видно на мишку из моего Карлсона сделать Карлсона и то же самое вот мне кажется произошло с переводчиками Гарри Поттера потому что они подсорились с первым переводчиком и дальние переводы были хуже но там не в этом дело в Гарри Поттере мне кажется просто там автор изменил жанр и не подняла природу своей это такое иногда бывает вот например представьте себе какая-нибудь девочка очень красиво смешливо стремительно она хорошо прозвучала появилась все ее полюбили потому что она красиво прекрасно быстро там улыбчиво и она не поняв природа своей удачи стала играть трагических королев вот этими качествами и вот на трагическую королеву она не может озвучать потому что она совсем другой экипаж а никто и не может об этом сказать по каким-то причинам момент и в литературе тоже бывает что человек не понимает о природе своей удачи ну то есть не понимает вот твой амбуа что ее жанров ну такие дела да а такой вопрос насколько соответствует вашему представлению персонажа с про листовкой на обложках книг не всегда соответствует и наверное не могут соответствовать а виктория тимофеева она чувствует она а когда это любит первые книги часто это был корректив художников которые прорисовывали вообще все серии издательства и они не не читали книг а им редактор отчёркивал маркером какую-нибудь цену книги которые нужно нарисовать зачем часто бывало что например на первых книгах один художник второй а третье третье хотя это потом в компьютере чтобы одна стилистика была но все равно читатель видит что герой там допустим 10 лет а ему уже там не борода у него да или там герою тридцать лет а он там такая ялечка там ну или там не знаю меч рисует как спичку ну вот есть такие моменты например женщина художника она иногда ну не совсем то что это уже там большая книга да 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 очень хорошая художник я ходил в художественную школу год но для того чтобы это неделя недостаточно было было дольше да было у вас такое что вы читаете наше ну какое поведение читаете и понимаете что что это как лагиат ваши идеи ну ну ты знаешь идеи всего семь идей и семь типов сюжетов невозможно ну полагиат вот на мне ботинки на тебя ботинки там на мне советую на тебе советую мы сможем сейчас работу засунуть то есть тут надо чувствовать что такое главное не придраться к мелочам а вот саму ткань так что это не самое страшное самое страшное вообще каждый писатель как разливается со своими книгами вопрос из чата все от ирины же ваше мнение учитывают при создании иллюстрации к вашим книгам ну учитывают но тут еще какая ситуация что каждый профессионал делает что-то на определить своих возможностей например если я буду тебя учить как писать музыку это будет вызывать у тебя сильное раздражение ты либо притворишься что ты меня слушаешь делаешь по-своему либо сделаешь что как хочу я и будешь платить удовольствие от того что получился бред и то же самое происходит и с книгами тоже поэтому нужно хорошо выбирать художников там на начале ну и потом им просто верить и уже смиряться с тем что он сделал потому что он сделал это на своем общем ну наверное скажем спасибо Дмитрий Александрович да наверное уже на все вопросы которые ну хотели задать уже получены ответы вот потому что у нас еще дальше программа мы идем сегодня на спектакль да опыт да вдохновение дает премьера слушай к шуму поэтому желающие могут отправиться туда вместе с нами есть книги но это их не Дмитрий Александрович продает издательство если у кого-то желание можно купить книгу поделиться да так и да это да